МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На выборах Верховную Раду Украины Народный фронт Арсения Ясенюка набрал 21,6% голосов, увеличив таким образом отрыв от блока Петра Порошенко, которому отдали предпочтение 21,5% избирателей. Народ Украины стремительно хочет вырваться из советского прошлого. И в знак этого ни один кандидат коммунистической партии не был избран. Жизент Петро Порошенко написал в титре, что впервые за последние 96 лет коммунисты не будут представлены в законодательном органе Украины. Тем не менее, стоит отметить, что проголосовало только 30% населения Украины. Сепаратисты Донбасса намерены провести ответное голосование 2 ноября. Реакция? Президент США Барак Обамы провозгласил эти выборы важным этапом в демократическом развитии Украины, в то время как официальные представители Европы в понедельник так покомментировали данные результаты голосования. Это победа украинского народа и демократии. После такой прозападной победы Арсений Яценюк сказал, «Наша основная задача заключается в том, чтобы как можно быстрее сформировать проевропейскую коалицию, чтобы ускорить процесс подписания соглашения с ЕС». Тем не менее, есть очень большая проблема. Россия не совсем поддерживает план вступления Украины в ЕС. И условия соглашения о прекращении огня между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами на Востоке с трудом выполняются. Президент России Владимир Путин имеет непосредственно сильное влияние на все эти события. Он является основным покровителем повстанцев на Востоке Украины. Также значима роль Москвы, как поставщика природного газа в Украину и страны ЕС. По итогам голосования мы видим, что нынешняя политическая власть Украины укрепила свою лидирующую позицию. И скорее всего, что они получат сильную поддержку парламента, которым так необходимо в их борьбе за проведение строчных, потенциально болезненных изменений, так как экономика страны находится на грани краха. Сегодняшний выпуск пресс-обзора подошел к концу. Вскоре Алекс Айзер предпочитает вашему вниманию интервью по Турции. А пока что все. До свидания.